Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка по компании Zikmi и я, Артур Изятурин. Китайская экономика замедлилась в четвертом квартале 2017 года из-за растущей скованности потребительских расходов на фоне ухудшения потребительских ожиданий и шока внешнего спроса в виде тарифов. Выпуск Китая показал наихудший рост почти за 30 лет, вынуждая Пекин вновь ставить экономику в сильную зависимость от долгового стимулирования. Экономика Китая генерирует почти треть мирового выпуска, поэтому мировые ЕЦБ вынуждены принимать во внимание ее состояние в определении внешних рисков для монетарной политики. Это касается ЕЦБ, которые выпустят обновленное руководство вперед уже в четверг и, естественно, должен подчеркнуть усиление рисков, связанных с ростом главного торгового партнера Еврозоны. Механизм передачи рисков в основном заключается в снижении продаж европейских автомобилей и промышленных станков. В Китае, если смотреть долю экспорта Еврозоны, у нас будут показаны данные за 2017 год, то, естественно, большая часть экспорта как раз приходится на эти товары. Китайские власти уже приняли ряд масштабных мер по стимулированию, чтобы избежать потери рабочих мест. Например, снизили норму резервирования для банков на 5% за 2017 и январь 2019 года, увеличили расходы на инфраструктурные проекты и представили банкам специфические формы ликвидности для льготного кредитования. Они также планируют сократить подоходный налог и налоги для малых предприятий, преимущественно для производственного сектора, который тяжелее всего переносит торговую войну США. По международным меркам госдолг в Китае довольно низкий, составляет всего 48% от ВВП, не номинирован в основном в национальной валюте, что позволяет уходить бюджетовый дефицит пока без серьезных опасений. Однако неявные гарантии правительства финансирования проектов, естественно, прождают высокий уровень морального риска, поэтому эффективность этих расходов, особенно на инфраструктурные проекты, она остается низкой. Главное негативное последствие замедления китайской экономики это удар по настроению китайских потребителей, их склонности к потреблению, это, прежде всего, видно из резкого сокращения импорта, что, вероятно, означает уход рынка труда с траекторией стабильного роста зарплат. Учитывая культурные особенности китайцев в отношении к расходам, склонность к сбережению из-за негативных ожиданий может вырасти и будет устойчиво к мерам правительства, направленных на их откат, то есть восстановление. ВВП в четвертом квартале состоял всего 6,4%, в окончании 6,5% в третьем квартале. Позитивным сюрпризом стало укрепление выпуска в производственном секторе, которое состояло 5,7%, при прогнозе 5,3%. Однако устойчивость в цифрах, прежде всего, обязана поддержке правительством активности в сфере добычи полезных ископаемых и переработки немцев. Рост капитальных вложений замедлился до 5,9% в четвертом квартале. Минимальное значение стало это за 22 года, при прогнозе в 6%, ощущая, конечно, на себя ужесточение мер по контролю над расходованием средств на уровне местных правительств. Падение спроса инвестиций также прослеживается через доходные десятилетних призначейских облигаций, доходность которой снизилась почти на 1% от 3,1% за 2017 год, отражая как раз-таки повышенный спрос на безрисковые активы. Безработица выросла до 4,9%, а розничные продажи и препятствовали немедленному росту беспокойства по поводу потребления, увеличившись на 8,2%. Это более чем оправдало прогноз с 8,2%, но потребительские настроения, если смотреть именно на этот лидирующий индикатор, то они доказывают обратное, снизившись до минимального уровня за 15 лет. Естественно, инерция в спаде китайской экономики исключает быстрое восстановление ВВП и, как ожидается, ВВП дополнительно потеряет 0,1% в этом году, замедлившись до 6,3%. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся сами в среду.